В этом видео я вам расскажу о нубийцах. Нубийцы это жители Нубии. Около 5000 лет назад образовалась страна Нубии. Ее другое название Кушитское царство. А ее жители называли Кушитами. Она занимала весь юг Египта и северный участок Судана. Страна была богатой и независимой. У них была сильная армия. И они управляли страной с помощью мудрых законов. Страной управлял царь. Они занимались добычей золота, черного дерева и ладана. Они выращивали много овощей и фруктов. Узнаете пирамиды? Нет, это не египетский пирамид. Это пирамида Кушитов в Судане. Одно из наследий Нубии. Их около 290. Там хранили царей и их сына. В 1300 г. до н.э. границы Нубии стали сокращаться. Из-за набегов египтян, турков и религий. Нубийцы Судана ушли в горы и стали житься обособленно. И о них очень мало информации можно найти. Нубийцы Агипты стали его частью. Отчасти впитав культуру египтян. Они живут открыто и рады любым гостям. В Египте даже есть экскурсии в их деревни. После начала строительства Осванская плотина в 1902 году. Земли Нубийцев стали уходить под воду, образовав большое озеро Наса. Нубийцам пришлось переселиться выше, ближе к городу Освана. То, что ниже плотина, это и есть озеро Наср, бывшие земли Нубийцев. В настоящее время численность Нубийцев не превышает 2 миллиона человек. Они говорят на нескольких языках. Нубий – это их родной язык, а также они говорят на арабском. А это учебник для изучения языка Нубий. Нубийцы отличаются от египтян более тюрной кожи. Нубийцы исповедуют ислам. Каждый желающий и сейчас сможет увидеть, как живут Нубийцы в Египте. В городе Осван надо арендовать лодку и отправиться по Нилу в Нубийской деревне, и ее будет видно издалека. Ведь их дома очень яркие и красочные. Также дома покрывают оригинальными рисунками. Обычно деревня состоит из 20-30 домов. Дома строят большие, потому что семьи Нубийцев большие. Они с радостью примут гостей и угостят вас чан. Нарисуют рисунок Хной. И предложат купить сувениры, сделанные их руками. Сувениры работы мы привезли из Нубийской деревни. Не менее яркие их народные костюмы. Женщины носят рубахи поверх штанов. На рубаху одевают яркую жилетку. А на голове шапочка, похожая на тубитейку. Женщины носят яркие длинные платья. Голова покрыта платком в том платье. Хотя в обычной жизни их одежда куда скромнее. Убийцы продолжают сохранять свои традиции и свой язык. Но у всех у них есть одна мечта вернуться на свои исторические земли.